В этом выпуске налегке изучаем самых необычных животных. Идем на семейный фестиваль Букиц и танцуем на концерте Мирель. Не переключайтесь! Вы когда-нибудь слышали об императорском Тамарине? Нет? А о белолисом Саке? Многих такие слова могут ввести в ступор, не только по причине весьма странных сочетаний букв, но и потому, что это реальное животное, о которых мало кто знает. Впрочем, удивить могут не только названия их видов, но и внешность. В этом сюжете мы хотим рассказать о самых необычных животных планеты, таких, которые способны удивить кого угодно. Белолицый Саки – это необычный и очень экстравагантный примат, который обитает в джунглях Южной Америки. Эти обезьяны – любители густых и влажных лесов. Именно в таких местах они чувствуют себя максимально комфортно. Если перед вами окажется Саки, вы очень быстро поймете, что это он. Характерный кремовый цвет шерсти на голове укажет на это. Что интересно, этот вид, в отличие от своих собратьев, использует хвост вовсе не для того, чтобы было удобно цепляться за ветки. Для белолицого Саки – это своего рода стабилизатор. Он позволяет обезьяне совершать прыжки на большие расстояния, не теряя при этом равновесия. А это топир. Выглядит он очень странно, но не для жителей Южной и Центральной Америки, а также Юго-Восточной Азии. Там к этим похожим на слонов небольшим животным все давно привыкли. Это не парнокопытные травоядные жители теплых широт. Маленькие топиры очень сильно напоминают помесь дикого кабана и муравьеда, что выглядит довольно странно и необычно. На самом деле эти животные достигают в длину до двух метров, а продолжительность жизни около 30 лет. Считается, что топиры – сравнительно древний вид. Самые ранние ископаемые относятся к доисторическим временам. Найденные окаменелости свидетельствуют о том, что топировидные животные были на Земле еще 55 миллионов лет назад. Еще один представитель сообщества приматов – императорский тамарин. Эти обезьяны как раз используют хвост для зацепов. Говорят, что хвосты тамаринов настолько цепкие, что они могут обходиться без помощи лап. Живут они в дождливых лесах вдоль реки Амазонка. Узнать обезьян несложно. Природа наградила их пышными белыми усами, напоминающими внешность средневековых китайских императоров, откуда и произошло это название. Часто эти мартышки живут небольшими группами по 10 особей. Передвигаются в основном по деревьям. Это защищает тамаринов от более крупных животных. Если вы когда-нибудь слышали слово «звездонос», то вот что оно обозначает. Это вид крота, который живет в Северной Америке. Его особенность сразу же бросается в глаза. На конце мордочки красуются 22 подвижных щупальца розового цвета. Они очень чувствительны и помогают кроту с пространственной ориентацией. Они работают как своеобразные антенны. Также в арсенале «звездоноса» есть чешуйчатые лапы, толстый пушистый хвост, в котором хранятся запасы жира. Время активности у таких кротов круглый год. Они не впадают в зимнюю спячку и ходят на поиски пропитания в любое время года. Звездоносы способны и покопаться в снегу, и нырнуть под лед. Что интересно, эти кроты более социальны, чем собратья других видов. Они часто живут в небольших группах. Нередко можно встретить самца и самку вне брачного периода, что может говорить о частично моногамном образе жизни. Вот так выглядит осьминог Дамбо. Название произошло от слоненка Дамбо из мультфильма студии Дисней. Все из-за внешнего сходства. В научных кругах он известен как гримпотефтис. Найти такого осьминога будет не так-то просто. Место его обитания, как правило, на глубине от 900 до 4900 метров. Он считается самым глубоководным осьминогом из когда-либо обнаруженных. К слову, они могут быть довольно большого размера. Самый крупный Дамбо достигал величины в 180 сантиметров. Но средний размер относительно небольшой – 20-30 сантиметров. Вид этого осьминога обитает на просторах Тихого океана. Поймать его в объективе камеры считается большой удачей. Встречаются они довольно редко. И это далеко не предел. Ежегодно ученые обнаруживают десятки новых видов. Большая часть из них – жители океанских глубин. Неизученных фактов о представителях фауны нашей планеты все еще остается довольно много. А это значит только одно – животный мир легко способен удивлять и делает это регулярно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Итак, мы с елочной группой программы «Налегке» приехали на детский фестиваль… Прилетели, если быть точной, на детский фестиваль «Букиц Мир», который в этом году посвящен экологии. У меня в руках удостоверение юного эколога. Не переключайтесь и вместе с нами пройдите все интересные локации. Еще раз рассказывай, куда летим? На планету. На какую планету? На планету Земля с планеты Земля. Мы летим на планету Земля с планеты Земля. А вы так умеете? Привет! Привет! У меня в руках удостоверение юного эколога. Насколько я знаю, экология посвящена какой по счету? Девятый. Это девятый фестиваль, да. Да, я, кстати, с удивлением узнала о том, что это в прошлом году, когда он был под открытым небом, это был дебют. Да, в прошлом году летом мы первый раз вышли на улицу. До этого все фестивали были в помещениях. Можем что-то рассказать по активностям и по заданиям? Да, я так понимаю, это задание. Что из себя предоставляли? Это такая мотивация для ребенка, но мы на самом деле хотели просто заинтересовать ребенку, чтобы он посещал локации. Но их намного больше, чем указано вот здесь в удостоверении. Это как квест, интерес у ребенка, за что он получает тотем. Мы решили делать на каждом фестивале деревянные тотемы, которые будет ребенок собирать. И каждый тотем будет отвечать за свой фестиваль. Допустим, этот фестиваль эколога, поэтому это будет связано с экологией тотем. Допустим, у нас будет следующая профессия, и будет тотем связан с профессией. Ну, а по активностям, да, что представлено? Было что-то, кто пришел впервые, возможно, да, или уже любимые, постоянные посетители, участники? На самом деле мы каждый фестиваль стараемся, даже с одними и теми же участниками, стараемся делать абсолютно другую программу. Но, например, мы создали площадку рассортировки мусора, вот это мы назвали город Апокалипсис, где гора мусора, которую нужно отсортировать детям. Мы таким образом им показываем правильность сортировки, и чтобы он дома мог это использовать. Космическую станцию мы создали, дети сами создают скафандры, маски пришельцев. Это все как бы тоже мы создавали вместе с нашими участниками специально под фестиваль. Когда готовятся к следующему? Что будет? Анонс? Могу рассказать, с удовольствием. Значит, летом у нас пройдет два фестиваля. Мы рискнули и решили сделать два фестиваля. У нас будет фестиваль профессий, и 15-16 августа у нас будет прям новинка фестиваля. Мы очень стараемся, мы уже готовимся к нему. Фестиваль посвящен культурам разных стран. Это будет фестиваль «Два дня вокруг света». Ребенку выдается паспорт гражданина, мировой паспорт, и он идет посещает страны, знакомится с национальными костюмами, с кухней, с архитектурой, с национальными героями, ну и так далее. На каждой стране он все это узнает, в каждой стране получает, соответственно, штампик о том, что он посетил страну, виза называться будет, да, и вот так узнает, в конце концов, все о странах. Все, мы уже знаем о своих планах на лето, да, приходите обязательно. Даша, помоги нам, что мы делаем? Мы раскапываем, так сказать, останки динозавра, то есть его кости, но это, конечно, не настоящие кости, но детям это не говорим. Не говорим. Да, чтобы они не знали. Вот дети раскапывают, за это они получают отметку на листике специальном и проходят зону тем самым. Или мы им предлагаем, например, нарисовать, рядом есть столик, где они могут нарисовать по трафарету тоже динозавра и тоже получить за это наклейку. Все, супер, и пойду тоже раскапывать. Что копаем? Динозавра. Динозавра, и как успехи? Хорошо. Можешь мне помочь? Конечно. Давай, давай вместе копать. Уже все вымерли. Вымерли, совсем вымерли? Да. А когда они жили? Десять лет назад. И за десять лет совсем вымерли? Да. А кто еще вымер? Ягуаны. Ягуары вымерли еще. Не ягуары, а ягуаны. А ягуаны. Ягуаров только ждет это несчастное событие. Опять песок, но мы рисуем, да? Что рисуем? А ты что рисуешь такой красивый? Листик. Листик? Да, листик. Листик. С дерева упал? Угу. С дерева. Есть идея. Значит, я буду рисовать дерево. Итак, сейчас все узнают, что единственный предмет, который мне не давался в школе, это рисование. Дерево. Слушай, можешь мне помочь нарисовать дерево? Что первое нужно нарисовать в дереве? Ну, я сама не очень хорошо дерево рисую. Ну, смотри, у тебя красивый листик получился. Ну, что самое важное в дереве что? Ствол там. Ствол. Ствол, точно. Теперь ствол. Давай. Девчонки, привет. Здравствуйте. Так, все домашнее. Рассказывайте, что продаете? Мы продаем, я продаю блины. Тут сырные, тут творожные. Сама пекла? Да. Рецепт. Давай рецепт. Не скажу. Нет, секретный. Хорошо. А вот предсказание? Предсказание, оно реально очень сбудется. Очень сбудется. А если не сбудется, где тебя искать потом? Не знаю. Все понятно. Хорошо. Как получить предсказание? Сколько стоит? Смотрите, вы купите блин, то вам предсказание в подарок. Это очень хорошая акция. Так, я покупаю блин творожный. Творожный. Так. Сейчас мы проверим, что по математике у нас. Я даю 5 рублей. 3 рубля. Молодец, пятерка. Достаточно ответственный момент. Так. Господи. Время. Ваш союзник. Лучше отложить принятие важного решения хотя бы на один день. Это классно. Рассказывай, с чем у тебя кексы и что еще? У нас кексики у меня шоколадные. Вот, к примеру, вот эти вот слой, вот эта вот слойочка, она последняя осталась. Яблочные слойки очень быстро берут, потому что очень вкусные. Что-то сама-сама все это пекла? Ну, мне со слойками помогла бабушка, а кексики я полностью сама делала. Еще у меня есть открыточки, я их вот сама рисовала. Их я полностью сама. Хорошо, тогда я хочу кексик, который ты пекла сама-сама. Смотри, твой рубль к тебе возвращается. Спасибо. Спасибо тебе. У меня вот есть акция, что типа кексик берешь, открытка в подарок. Боже, это чудо предпринимателя. Боже, это чудо предпринимателя. Спасибо. 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 Мы красивые и мы счастливые. Съемочная группа программы «Налегке» приехала на концерт «Мирель». Если вы так же, как и я, в свое время заслушивались песни «Возможно» группы «Мы», советуем вам не переключаться. Ведь Ева и есть та самая солистка скандального проекта. Мы поболтали с ней о сольной карьере и новом альбоме «Кокон». Не переключайтесь. Если бы любовь была, с поцелуем просвела, на глазах ни слеза, ночью полная луна. Ты не видишь в небе море, ты только с собой доволен. Поднимаемся с одна, если бы любовь была. Привет, Ева. Привет. Ну, сразу с дежурного вопроса я смотрела твой тур. Начинайте с Минска. Почему стартуете тут? Тут лучшее место для старта. Нам все говорят, здесь всегда по-особенному встречают. Мне кажется, все артисты так говорят. Нет, это правда. В Минске, вот Минск мне сразу с первого самого тура, когда я еще была в группе «Мы», запомнился тем, что он очень особенный, очень радушный. Ну, смотри, мы были очень известным дуэтом, да, таким прям 14 миллионов просмотров. Сегодня специально пересмотрела, сколько было у самого вашего такого хита, спорного, да, и так далее. Сколько было разговоров и вокруг него, и вообще, в принципе, да, вокруг группы, распада и так далее. Ну, вот ты изначально себя ощущала дуэтным артистом или наоборот, вот сейчас, когда ты сольная, это совершенно другое? Что тебе ближе? Я не могу прямо сказать, наверное, что мне ближе, потому что и так, и так, это разный опыт. Но, не знаю, мне одной тоже нравится. То есть есть плюсы и в том, чтобы быть в дуэте, и есть, конечно же, плюсы, чтобы быть одной. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Получается, сегодня ты презентуешь свой новый альбом, второй, да, по счёту? Нет? Третий. Альбом, да, уже как сольный исполнитель. Называется? Кокон. Я читала, что ты называешь его терапевтическим, да, что ты, для тебя он особенный, потому что там Люболь, это было больше про какие-то переживания, а здесь это было про твоё внутреннее, да? Можешь немножко рассказать о том, как работалось, почему, что вдохновляло и вообще, в принципе, что этим хотела сказать? Ну, в принципе, все альбомы терапевтические, потому что музыка всегда создавалась, когда мне нужно было что-то залечить, вот. Насчёт Кокона, но он особенный, потому что, во-первых, это какая-то новая эра, и, во-вторых, потому что, наверное, в период создания именно этого альбома я хотела получить новые вопросы, и их было очень много, поэтому мне пришлось писать песни, чтобы потом у них получать ответы. Не знаю, просто бывает такое, что ты пишешь песню, но ты не вкладываешь прямо в этот момент смысл в слова, но потом ты понимаешь, что именно вот сейчас эти слова начали работать, то есть как будто ты рисуешь какой-то орнамент, руну, и она через... сначала ты не придаёшь ей значения, и потом через несколько дней, не знаю, недель она начинает светиться, потому что она начала работать. ПЕСНЯ 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 Слушай, ну, ещё если говорить, да, про 2019 год, очень крутой был... как это новое слово, красиво, модное, атрибют. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Посмотри в глаза, я хочу сказать Я забуду тебя, я не буду рыдать Я хочу узнать, на кого ты меня променял Но больше не звони и меня не зови Я забыла про все, что ты говорил Я верну тебе все, что ты подарил Как предложили вообще, да? Потому что это был кавер, если кто не знает Это был кавер для ВОК, да? Специально на известную песню Натальи Ветлицкой Посмотри в глаза, и ты была там не одна Мне на самом деле просто пришло письмо Пока я была в школе от ВОК, что они хотят сделать такой вот кавер И я подумала, что это может быть очень интересно и очень красиво И в итоге просто записала его в Израиле, по-моему, еще Вот потом приехала, мы отсняли Зачем как-нибудь было работать? На самом деле у нас был такой график, что Луна была в самом утро И потом пришла я с Эрикой Но мы не соприкасались Потому что делали какие-то разные вещи Поэтому мы даже не общались Результат понравился тебе? Да, результат очень понравился, очень красиво Немножко, кстати, поболтали про мерч, да? Тут ребята забирали Можешь рассказать нашим зрителям тоже эту историю О том, что ты сегодня привезла? Потому что это нестандартная, да? Необычные майки-футболки с надписями, да? И строчек с песен Вот, а что-то особенное, что есть на тебе и про новые немножко, да? Я сегодня привезла из мерча вот такие подвески Подвески, не знаю, все видно Вот, также есть майки и береты с надписью «Люболь» Вот, также есть еще значки и открытки Ну, это старая партия Скоро готовится к выпуску мой новый мерч Еще прям точно-точно не могу сказать, что будет Но обязательно будут какие-то вещи, которые будут продвигать тему защиты экологии Вот И все это будет очень интересное, дизайнерское С особенным кроем, с особенным пошивом, вышивкой и так далее Ну смотри, то есть у тебя есть какие-то планы? То есть ты там просыпаешься 1 января и думаешь, сейчас я напишу план И буду ему следовать там весь следующий год Есть какие-то у тебя глобальные планы, задумки, которые ты хочешь реализовать в 2020 году? Мечты или просто какие-то желания, которые ты вдруг словила вот где-то, когда шла, не знаю, там по улице или думала во время написания песен? Самый главный план — это написать этот огромный план Потому что его пока что как такового нет Но в голове уже есть какие-то мысли, конечно же, которые мне обязательно нужно разобрать И привести в действие Но пока я не буду это говорить, потому что я их сама еще не сформировала Вот Но на самом деле год начался очень странно И просто странно Поэтому я не знаю, что будет Мне кажется, у всех так Да? Да, у меня тоже Отлично Нет, не одна Да, да Спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok